Встаю, ребята, в своей будке, победителем прошлого выпуска по вашему голосованию стал Саша, мы ему дарим такие наушники, и в подарок ему еще артезианский пес достается вот такой. И да, я модернизирую наш конкурс с комментариев, в прошлом выпуске я сделал колоссальную ошибку, что я его создал, потому что просто не ожидал, чтобы столько победителей, у меня просто нет физической возможности раздать столько призов, поэтому сейчас новые условия, пишите комментарии, любое количество комментариев, самое главное, что там была ссылка на вашу страницу ВКонтакте, или как я могу с вами связаться. И через сайт я рандомно выберу двух победителей, которые получат по одной тысяче рублей, в конце следующего выпуска будут результаты, поэтому пишите комментарии, я все читаю. Всем добрый день, с вами Айден, и это снова новая серия, что копит школьник или студент на определенную сумму денег, и сегодня у нас безумно интересный выпуск, поэтому заранее поставьте, пожалуйста, лайк, давайте соберем 25 тысяч лайков, я думаю, что для нас это совсем не сложно. И сегодня мы специально приехали в город Дзержинск, чтобы встретиться с двумя подписчиками-студентами, которым я раздам по тысяче рублей, и их задача будет купить себе одежды на эти деньги, любую одежду, самое главное, чтобы они купили минимум три компонента. Поэтому пишите в комментариях свой город, я обязательно приеду именно к тебе, и заполняйте форму для участия в описании к этому ролику. Ну а я пошел к нашим участникам, ставьте лайк. Спонсор видео моментальная лотерея Эйгер, в которую выигрывают настоящие деньги. В игре 12 клеток, открывая любую, в каждой из них лежат деньги. Где-то поменьше, а где-то больше. Выигрыш моментально зачисляется на счет, и остается только вывести удобным способом. В Эйгер играют более миллиона игроков, и сотни тысяч рублей выплачиваются ежедневно. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и получи тысячу бонусных рублей на счет. Ребята, здравствуйте еще раз. Можно выдерживаться на тысячу рублей, закупиться одежду, в принципе, для себя? Нет, не разная. Но сегодня вы обязаны это проверить. Каждому из вас выдаю по тысячу рублей. Это самая максимальная сумма за наш пока что проект такой небольшой. И желаю вам удачи, ребят. Расходитесь, пожалуйста. Давайте попробуем сделать это. Да, у нас секонд-кент, там все время все дешево. Я там одежду себе покупал до лет, наверное, 14. Поэтому я все знаю. Есть у нас такой магазинчик, фамилия. Не знаю, что я там смогу найти, но что там точно можно найти. Такого, чтобы не закупаться в фикс-прайсе. Не хочу. Чтобы туда доехать быстро, мы сейчас поймаем машину, потому что время все-таки ограничено. Твою матушку. И он закрыт. Это был секонд-кент раньше был. До юбилейного за сотку. Секонд закрыт, поэтому идем в фикс-прайсе, подни шляпу. Все, зашибись. Пошли на кассу. Бичевские очки, конечно. Столько денег на них тратиться, вообще не хочется. Так очки есть, шляпа есть. Тапочки. Я не знаю. Я не хочу ходить на улицу в тапочках. А, не сдайте. Ладно. Вот я и приехал. Это уже торговый центр юбилейный. Здесь на третьем этаже находится фамилия. Зашибись. Конечно, может, слепой, и я цены не вижу. Цена-то хоть какая. 450 рублей. Футболка, слушай. Неплохо. Может, рубашку? О, 239 рублей. Она должна порваться или развалиться. Шутки про СССР. Не, ну, в принципе, если взять вот эту... О, влезу. Вы знаете, сижу, жду участников сегодняшнего выпуска. Самому безумно интересно, что они купили себе из одежды за такую, ну, вроде бы небольшую сумму для покупки одежды. А вы пишите в комментариях, кстати говоря, что вам интереснее вот именно в этой рубрике, чтобы люди покупали технику, еду, одежду или еще что-то. Обязательно проявляйте активное участие. Я все комментарии буду лайкать. 54-й размер, а не смыслите. Недостаточно большая скидка. Все купите, значит, сделаем 50 рублей. 400 рублей. 400 рублей, вот. Вот мы купили топовую футболку за 450 рублей, и 50 рублей нам сделали скидку, чтобы мы сходили всегда больше. Но мы сюда больше не придем. Сильный гавнер. Значит, из 99. Беру. Одежда, обувь и фиксифовары. Мне кажется, на 500 рублей здесь ничего не купишь, потому что 6 тысяч. Две. Трусы. Сука. Сейчас за такую цену мы уже вообще ничего не купим, поэтому мы идем в фикс прайс. Ага. Что? Зачем? О, шапки. Работайте. Пойдем. Пойдем. Нормально. Цена какая. Тысяча. Нет, не нормально. 410 рублей. Нормально, пошли. Вот я и купил последнее, что надо было. Самые бичевские шорты, самые дешевые. Надеюсь, я не мималец, потому что я даже не уточнил размеры. Носки. Носки не вариант вообще. Ну, на эти дни я уже ничего не куплю, поэтому я пошел переодеваться. Итак, наконец-то я дождался ребят. Ребята, привет. Давайте посмотрим, что вы купили. Начнем с набора Артема. Ну, я решил кепочку купить. Кепочка вот так. Ну, пока не надеваю, у нас будет еще отдельная часть для всего этого. Это что у нас за такой халат? Под рубашечку, да, вот такая вот штучка. И саму рубашечку покажи, пожалуйста. Из Оксфорда, видимо, привезли. Workwear. Рабочая одежда, что переводится английского. Опрос, хотя говоря, будет здесь сверху, поэтому вы будете решать, кто из них получает главный приз. О нем попозже. Ковбойская шапка. Ковбойская шапка. Это очень нужная вещь. Замечательно. Что еще есть? Футболка. Футболка. Кстати говоря, покажи футболку. Ну, я бы не сказал, что она в секунде. Это новая футболка, кстати, весьма качественная, такая спортивная. Everlast. Тут написано Choose of Champions. Выбор чемпионов. Видимо, это футболка. Ты чемпион. И шорты. То есть более такой спортивный ковбойский стиль, да? Итак, дорогие друзья, прямо сейчас наше шоу «Модный приговор». Ставьте лайк и встречайте нашего первого модника. Ой, какие же вы, ребятки, все-таки модные у нас сегодня стали. Итак, как ты назовешь свой костюм? Русский болельщик. Русский болельщик, да, типичный. Не хотят банки пива, еще полторашки. У тебя, ну, уже определенно что-то ковбойское. Прям вот реально... Ковбой долбоек. Да. Вы будете оценивать, кто из этих ребят лучше всего оделся. Какой подарок? Я еще, честно, не придумал победителя, но обещаю, что мы в комментариях вы тоже напишите, и мы подумаем над этим. Сверху опрос, голосуйте, пожалуйста. Точно так же подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Все, ребят, я оставляю вас в Дзержинске. Скоро вас побьют за такие одеяния в этом городе. А я, пожалуй, поехал. Увидимся в твоем городе. Пиши в комментариях, какой город мне будет приехать в следующий раз. И заполняй форму для того, чтобы я с тобой связался в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok